Друзья, добрый день! Сегодня, 17 июня, мы собрались здесь с моей пациенткой Настей, чтобы обсудить и рассказать ее впечатление о использовании вакуумного колокола для коррекции парангообразной деформации грудной клетки. Немного предысторий. Три месяца назад девочка вместе с мамой обратилась ко мне на консультацию с парангообразной деформацией грудной клетки. С 10 лет, в настоящее время Насте 13 лет, у нее появилась и стала прогрессировать варангообразной деформации грудной клетки. Это заставило Настю и ее маму поискать информацию, и они нашли безоперационный метод коррекции варангообразной деформации грудной клетки при помощи вакуумного колокола. И в конце апреля 2022 года пришли ко мне на консультацию. Я продемонстрирую данные компьютерной томографии для того, чтобы в деталях показать и рассказать о том, какая деформация конкретно у Насте. Прокомментирую данные компьютерной томографии. Левая сторона, правая сторона. Имеем выраженную асимметричную смещенную вправо варангообразную деформацию грудной клетки у девочки, уже формирующуюся ткань молочной железы и ткань правой молочной железы, которая частично заполняет область деформации. При этом высота грудной клетки справа, слева и справа разная. Поэтому колокол воздействует и смещается в правую сторону грудной клетки, располагаясь более эксцентрично за счет того, что центр деформации смещен относительно центра тела вправо на несколько сантиметров. Прокомментирую внешний вид пациентки. Имеем выраженную асимметричную деформацию грудной клетки, смещенную резко вправо. Часть воронки заполняет начавшуюся формироваться ткань правой молочной железы, левая при этом относительно нормально сформированная. Мы это хорошо видели по данным компьютерной томографии. Воронка начинается от уровня первого ребра и далее прогрессивно спускается вниз до уровня реберной дуги. Вот здесь находится очевидный отросток и это реберная дуга и, соответственно, вся воронка формирует вот эту вот часть. Соответственно, у нас огромный колокол для ее внешнего вида, ее данных 16 на 14 сантиметров. И этот колокол занимает вот всю вот эту часть. Сейчас я продемонстрирую то, как колокол располагается на груди этой девочки. Колокол расположен на грудной клетке, смещенной вправо. Таким образом, что он захватывает область от первого ребра и до реберной дуги. Соответственно, от первого до седьмого минимума ребра. И вот таким вот образом управляет деформацией грудной клетки. Получается, что вот эта вся ткань, которая выходит наружу, внутри просвета колокола, это не только грудина, но и западающие реберные участки, которые мы хорошо видели на компьютерной томографии. Итак, это внешний вид девочки. Спустя месяц после начала ношения вакуумного колокола размером 16 на 14 миллиметров. И мы видим степень коррекции воронкообразной деформации грудной клетки. Мы достигли хороших результатов. Я не говорю сейчас об отличных результатах. Они проявятся со временем, потому что на фоне продолжающегося роста и продолжающегося ношения вакуумного колокола грудная клетка девочки будет видоизменяться. Настюш, расскажи, пожалуйста, как у тебя сейчас дела обстоят, а потом поделишься своими впечатлениями вообще о начале лечения и как это все дело проходило и как это уже происходит сейчас, в настоящее время? Ну, а сейчас мне стало намного легче кушать, ходить, бегать, играть с ним. Боли уже такой сильной нету, как раньше. А тогда я ничего этого делать не могла, только лежала, не есть ничего, не могла с ним. Тогда у меня все вокруг болело, пекло, было неудобно с ним, дискомфорт, а сейчас уже хорошо с ним ходить. Прошло всего два с небольшим месяца. Но мы начнем говорить о том, что колокол в первые дни ты одевала всего там с двух часов в день, да? Да. И твой внутренний таймер показывал, что вообще это тяжело, больно и даже вы сократили какое-то время. Да, мы по полчаса часа сели, потому что я не могла больше на манашек, было больно, не могла. А сколько сейчас до часов? Сейчас я ношу целый день, вот просыпаюсь и ношу, ношу, ношу и снимаю. А, если не секрет, во сколько такой день начинается? Ну, в девять, в десять. В девять, в десять. Нормально, а засыпать что-то сколько? В одиннадцать. Получается, сколько надо засыпать? Нет, он у меня отпадает постоянно, спускается. Когда-то пробовала надеться, час поспала, я слышу, окей, ну и все. Понятно. Я его сняла до конца и положила. Как сейчас выглядит твоя грудная петка? Сейчас он стал ровный, даже покорок появился. Позвольный? Да. Стало даже очень красиво, мне нравится результат. И не знаю, как описать даже то, что это очень красиво. Ну, интересно, да? Получается, то есть неожиданно то, что, казалось бы, невозможно, да? Без операции, потому что вы с мамой изучали информацию, и она была такой разрозненной, и после визита ко мне на консультацию вы уже поняли, о чем идет речь. Да. Доверились, да? Ну, что доверие – это самое главное. И сейчас уже два с лишним месяца это лечение проходит. Да. Мы покажем результат и замажем тут все ненужные части тела, которые не нужно показывать, но продемонстрируем открыто деформацию. Сейчас бы мы хотели показать, как ты одеваешь этот вакуумный колокол. Хорошо, мы переместимся на кушетку, и ты покажешь, как ты его одеваешь. Хорошо, хорошо. Перед тем, как переместиться в горизонтальное положение, я хотел бы прокомментировать то, как Настя выглядит сейчас, да? Лето, 30 с лишним градусов за бортом, но Настя ходит в вакуумный колокол. Вот здесь он у нее находится на грудной клетке. Мы продемонстрируем, что груша находится постоянно с ней, и даже если она бегает, прыгает, играет, то… А мне подкачает, если даже куда-то что-то пытает, раз подкачала и… Сама подкачала и побежала дальше, он тебе не мешает. Вчера мы играли в мяч, спокойно играли, он не отпадал, гидали, игрались, бегали, месились, он не отпадал, спокойно гуляли, дискомфортно не давал. Мама прокомментировала, сказала, что у тебя из-за ношения вакуумного колокола немножко выровнялась осанка, и ты стала более ровно ходить, держать спину, да? Потому что колокол не дает, не позволяет вот так спинуться, верно? Да. Хорошо, сейчас покажешь, как ты его одеваешь, снимаешь, хорошо? Да. Мы имеем пациентку, девочку, 13 лет, с выраженной симметричной воронкообразной деформацией грудной клетки, по отметке от колокола мы видим, что деформация смещена от центра вправо, да? И зона правой груди находится под воздействием вакуумного колокола. При этом здесь ощущается полностью костная плотность ткани. То есть у нас поднялась вся деформация. Теперь, как Настюша надевает колокол, у нас имеется вот такая защитная пленочка из небольшой толщины силикона. И мы прикладываем вакуумный колокол сюда. Давай дальше покажешь сама. Она прижимает колокол, чтобы был вакуум и не было подсоса воздуха. И дальше заткачивает воздух оттуда, создавая разрежение. Вот, дальше зажимаешь, да, сама. И спокойно дальше уже одевает верхнюю одежду и ходит. Или ты уже его одеваешь на маечку спокойно, да? Никаких проблем. Да. Все нормально, да? Да. В течение дня у тебя получается 11 часов носить, да? Ну, тоже хорошо. Давай покажем, как ты встаешь, ходишь теперь. Встаешь, да? Мы надели верхнюю одежду, Настя в тапочках. И спокойно с колоколом встает, ходит. Практически дискомфорта нет. Как сказала мама, ничего не чувствует, да? Да. Так получилось, что ношение колокола, да, это не только эстетическая, да, часть того, что изменилось в твоем организме, но и произошли изменения с сердечной деятельностью, да, стала лучше осанка. У нас при первичном обращении твоем одной из проблем, помимо эстетики, была высокая частота сердечных сокращений по 130. Вы обращались к кардиологу и вам говорили, что такая ситуация имеет место быть от деформации, да? В настоящее время, как ты себя чувствуешь? Расскажи, насколько сердце твое бьется, если перебои, чувствуешь ли ты этот высокий ритм и есть ли он вообще? Ну, сердце я не чувствую, как оно бьется, себя чувствую отлично, ну, меня ничего не беспокоит. Бегаю, все делаю с ним. Как твоя осанка, кстати? Осанка стала ровнее, более красивая. Настюш, я хотел тебя поблагодарить за то, что ты открыто продемонстрировала работу колокола на твоей грудной клетке, да, и сказать тебе большое спасибо, потому что ты делаешь большое доброе дело, рассказывая подробно моим будущим пациентам о том, как работает вакуумный колокол и что он из себя представляет. Спасибо тебе большое. Спасибо.